здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на на моем канале и сегодня я хочу разобраться в ситуации между двумя именитыми классными фигуристками жени медведевой и алиной загитовой что же произошло на самом деле на олимпиаде потому что много комментариев было разных и сейчас они одновременно дали интервью женя дала дала интервью на канале ксении собчак алина дала интервью на канале надежды стрелец и на оба этих интервью я обязательно дам ссылочку под этим видео ну давайте разбираться что же это было да еще предупреждаю я включила в наш разбор еще и астрологию потому что там я нашла тоже много интересных фишек которые вам хочу показать но я постаралась это все в конце сделать но тем не менее будет по ходу и то и другое потому что ну как бы там из песни слов не выбросишь и то что они говорят я находила подтверждение в астрологии и вам буду это тоже показывать но для начала давайте по невербальным сигналом тела пройдемся и выясним как же они друг другу относятся на самом деле как они относятся к той ситуации которая произошла на олимпиаде и так я включаю первый фрагмент видите соперничество было и это это понятно и это видно еще по другим параметрам в общем я вам потом еще это покажу точное противостояние либо понимали могут повезет сильнейшего видите опустила глаза голову склонила но челюсть подняла вверх то есть как это но в общем соперничество реально было и вот сейчас она нам демонстрирует что она точно соперничала с женей да это вот алина если кто-то не знает алина загитова она взяла золотую медаль на олимпиаде 18 года и конечно же это ну это был грандиозный скандал и ну неожиданность и все такое но все-таки она очень заслуженно это получила потому что там ну я не знаю как она это сделала вообще там такая сложная программа да значит и придерживает подбородок еще интересный такой сигнал тела дело в том что когда человек придерживает подбородок он к старается не сказать ничего лить лишнего естественно тут очень легко сказать лишнее тем более если конкуренция есть и надо все слова очень четко фильтровать и вот она сидит перед нами и фильтрует свою речь видите вот так да и кстати указательным пальцем это тоже говорит о том что это директивно она себе запрещает говорить какие-то вещи вот имейте ввиду вот такой жест папа у меня какие-то хоккеист и он тогда редко но метко давал мне какие-то напутственные слова он сказал что своих соперников нужно уважать и я всегда с этой фразой шла на протяжении всей своей карьеры да и сейчас это тоже самое также и с уважением себя ну а вот что касается все таки как осознанного поведения да вот она сейчас выставила ладонь и тем самым я верю что действительно она этот вопрос невзирая на то что конкуренция все равно есть она очень четко во-первых фильтрует во вторых она старается быть открытой да и вот вот это выкладывание руки с открытой ладонью говорит о том что она демонстрирует свою открытость смотрите а вот здесь вот она же сильнее сжимает руки и действительно на тот момент ей было очень сложно она себя сейчас как бы поддерживает я прям чувствовала некое давление да и действительно она была дальше следующий фрагмент по алине опять давайте еще смотреть сейчас какие вожжения смотрите такая пауза сначала а потом никаких устарова здесь прежде смотрите и ногой пнула но как бы до здорово это конечно для приличия но все-таки особой дружбы нет как говорит ее тело и невербальное поведение и сейчас она нам рассказывает смотрите а поджимает подбородок печаль на и ей действительно это немножко неприятно и в конце я вам покажу почему почему неприятно там знаете такая обоюдочка у них что просто мама не горюй поэтому астрологию обязательно дождитесь я видела какое-то шоу где надо было какой-то вопрос ответить про грибутских актеров и игорь это познание малине зайдет да давайте она тебе звонит от я так спокойно уже здорово как дела и вот она себе этот вопрос дико это бишь ну ты нашла кому позвонить это забавно очень и ощущение что у вас вполне себе приятельские дружеские отношения у нас какие-то эмоциональные качели сейчас новомодным словом сказать я могу рассказать эту историю нас вообще подружила рита маму после липада мы долго время не общались и пекине олимпийские игры в пекине которые прошли в двадцатом году за правил нам нельзя было выходить из отеля а если ездить то вот машина даже окна нельзя было открывать там дарьями отработал и обратно и мы там уже двух недель были там уже было настолько скучно или говорит что давайте посетим пообщаемся так вроде как у нас отношения наладились то какой-то момент у нас еще опять если потом все непонятно ничего не ссоры ничего не было видите ступней делает барьер тоже тоже как бы показывает что да я с ней дружу предпочитаю на расстоянии до выдерживать какое-то комфортное расстояние все девчонки выглядят просто потрясающе в одном стиле ну как-то они великолепнейшие я думаю что даже но я предполагаю что они могли даже договориться вот именно так выглядеть именно вот на эти интервью пойти но потому что одновременно потому что вот как-то это все вообще поразительно совпало да ну давайте смотреть теперь на женю что же женя говорит по этому поводу ну вообще по поводу олимпиады и всего остального давайте смотреть эти эмблема не соответствует тому что она говорит когда человек говорит о том что он смотрит на что-то свысока то уместнее всего приподнять челюсть или хотя бы оставить ее на прежнем уровне если человек говорит с высока но опускает при этом челюсть это говорит о его подавленности в данном случае все равно подавленность по поводу этой ситуации а ситуация сейчас вот обсуждается как раз именно когда у нее из-под носа ушла золотая медаль на олимпиаде и это была единственная возможность для жени стать и вот олимпийской чемпионкой это ну для фигуристов это ну дело жизни и смерти понимаете то дело всей ее жизни и сейчас конечно же вот эта подавленность она очень четко ну понятно да и вот сейчас когда она говорит это что с высока ничего тут подобного не совсем не с высоко на на это смотрит а с большой степенью подавленностью и дальше смотрите как она будет говорить и нервно смеяться я прошла очень много стадий отрицание принять как бы торговаться пыталась сама собой с другими хочу процитировать олимпийского чемпиона ну собчак конечно провокатор ша блестящая да и сейчас она там с вами демонстрируют сразу две манипуляции это первое она оперирует как бы мнением другого уважаемого человека да и от его имени высказывает неприятное да и тем самым провоцирует то есть вкладывает ну в общем то эти слова он действительно сказал но вот это вот умение найти эти самые слова и преподнести под видом того что я сама может туда считаю по-другому да но просто я цитирую да то есть вот эта двойная отсылка во первых к авторитету во вторых к чужим словам да делает ксению как бы в стороне от провокационного вопроса и не портит отношения с собеседником вот это очень интересная фишечка которую я вам очень рекомендую ну во первых ну понять да и использовать в общем то потому что ну вот вы видите как изящно делает этот собчак победа загитовой на олимпиаде было абсолютно заслуженный но все спортсмены видите еще и паузу делает в нужном месте для большего эффекта и смотрит на реакцию но психолог она просто блестящий поле или за медведевы а за алину никто не болит скажи честно хоть какая-то обида на и перед у тебя осталось сейчас нет вот не лукавлю абсолютно я дала себе слово что сегодня с вами на интервью я буду максимально открыто честно потому что славлюсь о своими яркими эмоциями и любое мое какое-то вранье она очень сильно видно на но в общем то надо я допускаю что там было холодно да и вот нос немножко нуждался в том чтобы руки поучаствовали но руки участвуют в нужный момент когда нужно немножечко сбавить градус и меньше информации впустить в пространство да нос эта информация и соответственно когда мы притрагиваемся к носу это говорит о том что какую-то часть мы все-таки предпочитаем умолчать да и челюсть при этом вниз ну да это естественно что хочется это сделать как бы незаметно да и челюсть опускается и вы его точно увидите поэтому буду говорить как есть для сегодняшний день абсолютно точно нет осталось только одна лишь благодарность и с утром югем у нас прекраснейшие отношения да ну в общем она постаралась нам нас убедить в том что она уже это все прошла проехала и больше не переживает но на самом деле конечно же она переживает и это понятно а теперь я хочу вам показать вот именно их натальные не натальные карты а их космограммы что же стало почему вот почему такая конкуренция почему так получается что все воспринимают их как конкурентах и что на самом деле они друг другу испытывают и да естественно вот это солнышко когда в оппозиция у них солнце в оппозиции одна телец другая скорпион солнышко это эго это проявление себя и действительно вот они в своем проявлении действительно конкуренты вот их такая миссия можно сказать кроме того что мы здесь видим в их оппозиции да значит внутри у нас женя снаружи алина а значит второй момент это оппозиция меркурий с плутоном а значит в чем это проявляется в том что алина прекрасно знала что женя очень сильная до что женю ну все поддерживают и вообще уже зажжение мощь да то есть это плутон а меркурий у алины то есть она знала и это знаете заставила ее поднять планку до такой степени вот она потом я вам сейчас включу фрагмент что она сделала да она сделала невозможное для того чтобы переплюнуть вот этого конкурента да и еще один момент значит смотрите у нас узел алины вот значит в оппозиции клевит жене и еще один момент мы не знаю во сколько родилась женя да и алина я не знаю времени а луна в течение дня она очень много проходит расстояние и я допускаю что лилит этой алины тоже вот касается луны жене и получается что полилит у них обоюдка это говорит о том что в прошлом они но в прошлых жизнях верите не верите ладно не буду так вас сильно этим грузить но у них завязки кармические дала ладно в общем кармические так значит первое это оппозиция солнца до второе это алина прекрасно знает что это человек очень с мощной энергетикой и для того чтобы ее переплюнуть надо планку поднять до самого максимума да и третье это вот это вот обоюдка полилит но при всем при этом да вот три фактора которые говорят о том что это два конкурента да по жизни но смотрите как интересно личная вот эта планета венера которая отвечает за симпатии смотрите здесь вот три гонщик нептун венера получается и здесь секстиль венер тоже с участием венеры то есть по венере они друг другу симпатизируют понимаете то есть для них вот ничего личного это бизнес вот так вот это называется и взаимодействие а теперь давайте разберемся что же это было со стороны а так сейчас секундочку где у нас это три а вот этот сейчас фрагмент включу что это было со стороны алины да как она объясняет что произошло в тот момент я вам это тоже объясню по транзитом на тот момент как у них вот это все происходило поэтому давайте смотреть ты наверняка смотрела свое выступление как комментировали западные специалисты и как его комментировали у нас и то пожалуйста Тебе было обидно, что здесь такие были комментарии, что не твоей победу жнали? Ну, вначале, естественно, это обидно, непонимание, почему так. Но потом я начала анализировать, почему так произошло. Это их право. Комментатор в виде твоей оценки говорит, нет, нет, этого не может быть, нет. Да, это непрессионализм, я сейчас это понимаю. Но зная, что Женя хорошо с ними общалась, что они давно ее знали, все равно какая-то эмпатия у них была. Да, вот что Алина сейчас говорит. И, ну, что, ну, уже как бы дело прошлое, да, и она уже особо не реагирует на это все. Но давайте посмотрим, при каких аспектах это произошло. Там просто вот все аспекты транзита, они настолько показательны, да. И сейчас так, внутри у нас, сейчас я сделаю небольшую перестановочку, внутри Алину поставлю, и так, значит, Олимпиада. Вот, сейчас мы посмотрим, что было на Олимпиаде. И здесь, смотрите, такой интересный аспект. От Меркурия к Меркурию идет квадрат. Это говорит, что разговоры вообще все были против нее, да, все были настроены против нее. И еще, смотрите, Венера тоже в квадрате, вот так, подождите, и Венера, Венера общество, то есть все люди хотели, вернее, не хотели ее против ее Сатурна. Получается, вот, квадрат, значит, вот, вот эти два аспекта говорят о том, что ее, ну, особо не хотели, да, все ставили на Женю, да, и вот, вот эти два аспекта как раз вот проигрались именно так. Но это же не все аспекты, да, здесь, давайте еще другие аспекты посмотрим и найдем вот здесь вот у нас подтверждение или опровержение слов Алины. Вот она, она как объясняет, да, эту ситуацию. Давайте посмотрим, следующий фрагмент включаю и слушаем внимательно. Первый каскад я сделала сольный пророк, но это не ошибка, это не считалось ошибками. И мне нужно было сделать и так во второй половине программы предпоследним прыжком сделать этот каскад, сложный, самый сложный, который у меня есть в прокате. Но я понимала в своей голове, что мне нужно прицепить этот каскад куда-то. Так как мы тренировали по нескольких каскадах в программах... Ты хочешь сказать, что это была импровизация? То, что ты его вставила практически в предпоследний каскад, это ты сама приняла это решение. Если бы ты его так и не сделала, на первом месте у тебя стоит. Видите, она рискнула и вставила очень сложный элемент. Мы помним про планку, которую она подняла, да, и еще сейчас вот в эти, вот в этот день, да, какие у нее были аспекты, мы сейчас посмотрим. То есть она пошла ва-банк, по сути, да. Даже, возможно, даже и третьего бы не было. То есть ты понимала, что это очень важное решение, и тебе вот в этот момент надо принять самую быстренькую? Да, а у меня программа идет, я должна улыбаться, я должна показывать судьям, что вот она какая я, а в моей голове просто куча эмоций. Так, я Олимпиаду не отдам, я буду бороться. Да, ну и давайте взглянем просто на ее аспекты, и здесь действительно подтверждение ее слов. Ну, во-первых, Селена в оппозиции к Нептуну. Значит, что это говорит? Это везение против ее хитрости, да. То есть сейчас, ну вот, получается, хитрости, ну, Нептун там много трактовок, а это может быть и хитрость, и артистичность, и раскрытие души, и все подряд. Ну, то есть это вот как бы везение не совсем на ее стороне, да, вроде бы. Но идем дальше. Значит, Нептун в тригоне с Юпитером. То есть, получается, против ее, Нептуна, идет вот это вот давление, да, но со стороны пространства, да, Нептун поддерживает ее в сторону ее Юпитера, то есть в сторону ее убеждений того, что она вот оценила ситуацию, да, и вот здесь уже получается поддержка высших сил. С одной стороны, вроде как не везет, но с другой стороны, Вселенная протягивает эту самую руку помощи, да, и этот аспект вообще от трансурановой планеты, это долгий аспект, и, кстати, здесь можно посмотреть, но сейчас мы не будем, мы по Жене потом посмотрим, когда вот эти касания конкретно, здесь вот как бы это, не буду сейчас долго это, значит, получается, что небольшая хитрость все-таки приводит к успеху, да, вот этот аспект говорит, да, вроде против ее хитрости все, а тут бабах, вот небольшую хитрость, если ты используешь, то все, все получится, да, потом солнце у нас, так, солнышко, солнышко, хорошо аспектирует Вселену, все-таки везень, вот ее личное везение, на него хорошо смотрело солнышко, и это, ну, как бы удачный день, можно сказать, да, хороший потенциал включил везение, да, и самое главное, то, что на Плутон встал Марс, понимаете, а у нее как раз вот конкуренция с Женей, помните, там как раз вот Меркурий-Плутон, да, Плутон-Жене, а здесь получается, ее собственный Плутон получил поддержку от родственной энергии, да, потому что Плутон это высшая октава Марса, то есть бойцовские качества просто собрались в кучу, да, и вот можно сказать, что вот в такой момент человек чувствует в себе силу для того, чтобы просто вот пойти и сломать любую стену, и здесь получается вот этот аспект включился, да, ну, просто потрясающе, вот они все аспекты, да, которые были, и мы все их с вами посмотрели, да, ну, еще узел Сатурн, это предназначение, да, как бы, ну, тут уже, тут как бы такая ситуация, которая, ну, особо не нуждается в комментариях, да, теперь давайте посмотрим, что Женя говорила по поводу вот вообще той ситуации и что на самом деле ей помешало, это тоже очень интересная история, и ее мы с вами подробнее рассмотрим. В интервью тренеру Леониду Слуцкому Этери Тутберидзе сказала о тебе следующее, она подошла к Олимпиаде не столько искренне с нами, я там несколько раз говорила про чистый хвост, но здесь оно так и было, это вот не то, чтобы она была чужая, она была немножко уже не с нами, можешь объяснить, что происходило в твоей жизни? Смотрите, она так это воспринимает, да, вот здесь вот она, челюсть держит ровно, да, что значит это ее? И натянула одежду, обратили внимание, но это уже прошло, не буду повторять. Цитата, что могу только предположить, потому что такого прям, чтобы я... Смотрите, презрение, да? Была не с командой, наверное, если бы я была не с командой, и результат вообще в принципе не было. Я в тот момент проходила через довольно-таки тяжелую травму, которая приносила немного физической и, соответственно, моральной боли, перелом ноги все-таки, микрорастяжение, это серьезная спортивная травма, которая сильно мешала. И, возможно, где-то у меня были какие-то заскоки, что я где-то капризничала или что-то вот. Мне просто-напросто было больно. Да, и это действительно сыграло злую шутку. Давайте посмотрим на ее натальную карту, вернее на космограмму. И здесь действительно, сейчас так вот, Женя, Женечка, вот смотрите, как интересно. Значит, так, 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 какой-то у нас аспект. Так, сейчас, секундочку. Уран, так, Уран, Уран-Марс. Это у нее, в принципе, вот в самой натальной карте, сейчас я уберу, смотрите, вот Уран, у нее от Юпитера к Марсу идет квадрат, да. То есть в натальной карте у нее вот это противостояние, ее действия против ее установок, ее убеждений, да. Получается, что по убеждениям, ну вот какая-то несогласованность с действиями, да, вот что-то такое у нее в принципе есть. И тут смотрите, что происходит в этот день, да, вот в это время. Сейчас ставлю транзит. Смотрите, вот на этот самый Юпитер, который квадратирует Марс, встал Уран. Причем Уран это трансурановая планета, она долгий аспект имеет. И она, как бы, знаете, вот ее убеждения, можно сказать, взяли в тиски и стали, ну, мало того, вернее, даже тут не в тиски, а поддержали, можно сказать, ее убеждения там какие-то, которые, может быть, она не раскрывает нам, да. Но здесь получается эффект неожиданности. Может быть, она просто была недовольна тем, что вот, не знаю, много приходится работать, да, там, и все такое. То есть внутреннее какое-то убеждение здесь получило такую неожиданную поддержку в виде Урана. Уран это такие вот неожиданности, революции, события, которые мы не можем предугадать, да, и которые происходят с нами непонятно как, непонятно почему, да. И получается, и это все в двойном уже ударе бьет по Марсу. А Марс, как мы знаем, это вот как раз именно достигаторство, это движение вперед. Но самое интересное, я стала интересоваться, вот когда у нее произошла эта травма ноги, я нашла публикацию в декабре, 13 декабря, написали, что вот у Жени обнаружилась травма ноги и все такое, да. И как оказалось, это перелом произошел, вот не указано, когда, да, она обращалась в октябре к медикам. Но здесь вот как раз, смотрите, как интересно, вот по транзитам очень удобно смотреть вот эти все вещи. Смотрите, первое касание от этого самого Урана, да, то есть это произошло апрель-май, значит, 17 года. И потом, вот когда уже в конце года, в декабре, да, эта травма стала, ну, очень сильно досаждать, очень сильно мешать. И вот тогда она уже, вот, ну, деваться некуда, ей пришлось этим заниматься. На секундочку, осталось времени совсем немного, да, Олимпиады, да, ей нужно восстановиться. То есть травма произошла где-то апрель-май, потом вот в октябре она лечилась, да, вроде бы все, там, что-то, или обнаружила это все в октябре только. Но на самом деле травма вот именно в это время произошла. А теперь, смотрите, вот это касание в районе Нового года, да, то есть она поняла, что у нее есть проблема. И дальше, вот, ну, да, действительно, тут Уран отошел уже, ну, отходил уже на этот момент. Но все равно, вот, ну, таким фоном, можно сказать, ну, как говорится, перелом ноги, это очень серьезно. И, естественно, понятно, что у нее такая проблема, и Этери тоже понимала, что спортсмен травмирован, и поэтому Этери поставила, можно сказать, на Алину, да, ну, и там еще Алина включила свою энергетику, да, свои, ну, свои все силы положила на то, чтобы эту медаль получить. И, ну, вот, получилось, как получилось. Ну, видите, вот как это идет, да, то есть все, на все влияют планеты, причем все настолько взаимосвязано, что я просто поражаюсь, насколько это работает. Да, теперь, сейчас еще посмотрим, что у нас тут было. Давайте рассмотрим ее карту. Лилит, так, Лилит у нас к Сатурну, немножко запудрила мозги. Ну, то есть, получается, смотрите, Лилит очень интересную шутку сыграла, очень неприятную шутку, и вообще вот эта комбинация. Смотрите, когда Лилит позитивненько так смотрит на Сатурн, да, и говорит, да ладно, что тебе работать, успокойся, все и так на мази, да, то есть вот это вот запудривание мозгов от Лилит очень, ну, как бы здесь хорошо вот было в том смысле, что успокойся, ты же лидер, да, ну, то есть вот ты же и так много работала, ты же и так сделала все невозможное. Ну, то есть здесь Лилит запудривает мозги, да, здесь, смотрите, Селена с Венерой тоже, получается, все за тебя, все хорошо, да, как бы вот тоже такое вот ощущение, что ты и так лидер, успокойся, удача на твоей стороне. Но вот здесь та же самая Лилит коварная, да, квадратирует Венеру, и это как раз вот знак того, что не возгордись, подними планку, да, то есть с одной стороны она так запудривает, говорит, да все хорошо, успокойся, а с другой стороны такая проверочка на твое желание, да, хорошо ли ты желаешь того, чего ты хочешь, да, ну, вот видите, какая конфигурация, да, и вот получается, что вот сюда Женя провалилась, да. А потом, что у нас Меркурий-Плутон, так, 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 а, ну, в принципе, Меркурий-Плутон тоже, ну, все ожидали ее победы, поэтому здесь получается, что, ну, как бы, как, разговоры против, да, разговоры как-то вот не соответствуют тому, что ожидали, да. Ну, и Нептун-Сатурн тоже, как бы, получается, что все ожидали, все думали, что все, все прям вот хорошо, да, она подготовилась хорошо, она, она стойкий оловянный солдатик, да, все ставили на нее, и она сама думала, что все хорошо, ну, видите, как оно бывает. Ну, вот такая вот ситуация, и, ну, вот, для меня, например, стало предельно ясно, что это было, да, надеюсь, что вы тоже поняли, и что касается их отношения друг к другу, да, они, вот, казалось бы, они конкурентки, да, но внутри они друг к другу относятся с симпатией, и это очень такой интересный момент, который, ну, для меня был очень важен. Напишите свое мнение по поводу того, как вы считаете, насколько это все, ну, вот, что они друг к другу испытывают, по вашему мнению, и, действительно, вот, натальная карта и разбор этот, ну, поставил все точки над «и». Может быть, вы обладаете еще какой-то интересной информацией по поводу взаимодействия этих фигуристок, но обе красотки, обе умнички, вообще великолепнейшие фигуристки, гордость вообще всего мира, и России в том числе, ну, сейчас, как бы, не хотелось бы это все в контексте именно России говорить, но из песни слов не выбросишь, девчонки просто блестящие, молодцы, аплодирую стоя. Да, в общем, если вам, кстати, интересно по своим транзитам посмотреть, пожалуйста, обращайтесь, можете на консультацию, можете сами в этом разобраться, под видео я ссылочку оставлю на свой мини-курс по астрологии, вы можете в этом сами начать разбираться, и, в общем-то, там, ну, просто вот структура очень хорошо, я считаю, что выложила вот это все, как пользоваться программой, как это читать, и, в принципе, постепенно вы это все освоите и будете очень хорошо разбираться. Поэтому я могу вам этим быть полезно, да, я на этом буду закругляться, спасибо вам за внимание, до новых встреч, пока-пока!